Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня день воскресный, неделя первая Великого Поста, именуемая Торжество Православия. 5 марта по новому стилю или 20 февраля по старому. Совершается литургия святителя Василия Великого, а в некоторых храмах и совершается чин торжества православия. И сегодня мы творим память. Священно-мученика Садока Епископа Персидского и с ним 128 мучеников, пострадавших в IV веке, преподобного Агафона Папы Римского VII века, преподобного Льва Епископа Катанского VIII века, благоверного князя Ярослава Мудрого XI века, преподобного Агафона Печерского в Дальних Киевских пещерах, подвязавшегося в XIII-XIV веках, собор преподобно-мучеников Валаамских, убиенных в 1578 году, преподобно-мученика Корнилия Пскова-Печерского, игумена XVI столетия. Священно-мученика Николая Петроградского, розового пресвитера, пострадавшего в 1938 году. Прославляется икона Божией Матери Кипрская-Строманская. Это переходящее празднование в первую неделю Великого Поста. Мы поздравляем всех с торжеством православия, а именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, о неделе торжества православия мы подробно говорили в прошлом году, поэтому сегодня мы уделим время священно-мученику Николаю Петроградскому. Он родился 27 ноября 1877 года в селе Жданово Курмышского уезда Симбирской губернии в семье священника Василия Розова. Все три сына отца Василия стали священнослужителями, двое из них были диаконами, известный патриарший архидиакон Константин Розов и диакон Михаил Розов, принявший сан в 30-х годах и служивший в одном из храмов в городе Аранинбауме. Первоначальное образование Николай получил в Алатарском духовном училище. В 1898 году он окончил Симбирскую духовную семинарию и женился на дочери священника, девице Ольге, выпускнице епархиального училища в Симбирске. Впоследствии она стала ему верной помощницей, разделив с ним тяготы гонений и ссылок. В 1898 году Николай был рукоположен в одиаконо-кохраму в селе Анненково Симбирского уезда и назначен заведующим двух церковно-приходских школ и преподавателем закона Божия в земской школе. В 1900 году он был назначен миссионером 4 округа Симбирского уезда. 14 декабря 2004 года дьякон Николай был рукоположен во священника ко храму Рождества Христова в селе Барышская Слобода Алатарского уезда. В 1906 году отец Николай переехал в Санкт-Петербург и поступил в Духовную академию. Окончив академию в 1910 году со званием кандидата в богословие, он стал преподавать закон Божий в Еленинском институте. Всю свою жизнь отец Николай был принципиальным противником пьянства. Близким он говорил, что это от того, что он глубоко переживает пристрастие к вину отца и старшего брата. Ни дома, когда приходили к священнику гости, ни в гостях при отце Николай никогда за трапезой не подавали вина. Живя в Санкт-Петербурге, он был деятельным участником Александра Невского общества трезвости. В 1918 году отец Николай стал служить в храме в селе Григорове неподалеку от Аллатыря, где служил до 1922 года, а затем переехал в село Коноклейки в Мордовию. В те годы в глухих деревнях еще сохранялось благочестие, а нечестие, если и проявлялось среди простого народа, то было еще беззлобным. С 1925 по 1931 год отец Николай служил в небольшом деревянном храме в селе Купчино, недалеко от Петрограда. В это время он был возведен в Сан-Протоиерея. В 1932 году староста греческой церкви на Лиговском проспекте пригласил отца Николая стать в ней настоятелем, и тот дал согласие. Прихожан греков в то время оставалось всего несколько семей, но церковь считалась посольской. Иногда сюда приезжал посол Греции, и по национальным праздникам вывешивался греческий флаг. Большое внимание в храме уделялось пению. Здесь был профессиональный хор под управлением Рождественского. В нем пели многие оперные певцы, но характер пений был скорее светский, нежели церковный. Один из алтарей был в честь святителя Николая Чудотворца. Это место в храме Петрограда Николай называл «русским уголком». Но вскоре этот алтарь староста упразднил без согласия на то настоятеля. Отец Николай хотел богослужение в храме сделать более уставным, но и здесь потерпел неудачу, и в 1932 году вынужден был перейти в Никольский храм на Охтинском кладбище. В 1935 году власти произвели широкие аресты среди духовенства города, коснувшиеся и Никольского храма. 19 марта 1935 года был арестован и отец Николай Розов. В обвинительном заключении следователь написал, «Розов является исключительно антисоветским типом, открыто проявляет свое враждебное отношение к советской власти, группирует монашеский элемент и ведет антисоветскую агитацию». 28 марта 1935 года особое совещание НКВД постановило выслать отца Николая как социально опасный элемент на пять лет в Уфу, вместе с ним и его жену. В Уфе отец Николай освоил ремесло переплетчика и переплетал в различных учреждениях архивные документы, а посылаемые ему из Охтинского храма деньги целиком отдавал своим троим детям. В связи с принятым советским правительством в 1937 году решением об уничтожении духовенства, по всей стране были арестованы священники, находящиеся на свободе и в ссылках. 9 декабря была выписана справка на арест протерея Николая. 12 декабря священник был арестован и заключен в тюрьму. В тот же день он был допрошен. Среди прочих вопросов и обвинений отца Николая спросили. Следствию известно, что вы вели агитацию среди населения города Уфы за усиление сергиевского церковного течения как самого контрреволюционного течения. Признаете ли вы себя виновным в этом? Агитацию за усиление сергиевского церковного течения среди населения не вел, но, возможно, иногда высказывался за усиление сергиевского течения, так как считал и считаю его самым правильным течением по сравнению с другими церковными течениями – автокефальным и обновленческим. 13 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протерей Николая Розов был расстрелян 5 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле. Святый Священномучениче Николая, моли Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok